Влияние девальвации российской валюты сильнее всего почувствовали маленькие предприятия по производству белья, которые почти всю свою продукцию продавали на рынке России. Большие же предприятия, такие как, например, Лепайский, Вова и Лаума Фабрикс, уже постепенно начинают выходить из кризиса. Производитель текстиля Лаума Фабрикс с началом кризиса перешла на трёхдневную рабочую неделю. Пришлось уволить ей 80 сотрудников. Сейчас на предприятии работают 450 человек, но во второй половине года, возможно, часть сотрудников примут обратно. Результаты переговоров с большими клиентами указывают на то, что начиная со второго квартала ситуация постепенно улучшится. Но это будет происходить очень медленно. Прогнозируем, что в этом году спад производства может быть около 30% по сравнению с прошлым годом. На Лепайском предприятии производства белья Вова до кризиса работали 350 человек. Сейчас 280. Но ситуация улучшается. Приближается летний сезон, когда традиционно растёт спрос и постепенно стабилизируется российская валюта. Если говорить о России, то там сейчас дефицит, но мы не можем выполнить заказ. Это связано с тем, что в самый острый момент российские клиенты боялись смотреть в будущее дальше одного-двух дней и не послушали нас. К тому же мы работаем и на западном рынке. Там у нас есть уже хорошо укомплектованные заказы к осени. Планируем, что объёмы производства 2008 года достигнем уже в следующем году. Предприятия в скором времени планируют восстановить прежнее число сотрудников на основном производстве в Лепай, а в апреле возобновить работу филиала в Венспилсе. Стволы деревьев напоминают заточенные карандаши, а вокруг вырыты огромные ямы. Такие следы у прудов в центре волости Слампы Тукмского края оставили бобры. Жители возмущены. Зона отдыха испорчена. И как избавиться от непрошенных гостей, непонятно. Несколько прудов в окружении плакучих ив. Любимое место отдыха жители Слампы. И за одну ночь бобры устроили здесь настоящий разгром. Мнения жителей разделились, но большинство всё-таки хотели бы от бобров избавиться. Сколько здесь красивых деревьев росло. Они всё обгрызли, ведь ставят же заборы. Но они всё равно грызут. Это большая беда. В попытке спасти то, что ещё можно, деревья мажут смолой и обматывают сеном. Впрочем, это не сильно помогает. Они спокойно перемещаются от пруда к пруду. И если в одном месте что-то защищено, они идут в другое. Они очень смелые, и у них своё видение территории центра Слампы, которое не совпадает с мнением ландшафтных архитекторов. Как говорят специалисты, бобры могут отправляться на поиски еды и за 100 метров от водоёма. Так что под угрозой и фруктовые деревья. Избавиться от непрошенных гостей почти невозможно. Пруды соединены с сетью речек, и животные возвращаются на приглянувшееся место. За один день бобёр съедает более трёх килограммов пищи. И больше всего ему по вкусу мягкие лиственные деревья. Пока одно земгольское самоуправление борется с бобрами, в Видземе семь самоуправлений объединились в общество долгосрочного развития Гауи. Его цель – возобновление рыбных ресурсов реки и уход за берегами. Также планируется привести в порядок маленькие притоки и со временем ввести лицензированную рыбную ловлю. В результате выиграют жители прибрежных районов Гауи. Изменения помогут развитию водного и рыболовного туризма. Гауи – одна из латвийских рек, где водится лосось. В мире таких примеров много, и они очень удачны. Так, рядом, в соседней Литве, уже очень активно занимаются этой отраслью бизнеса. Тогда почему и нам так не сделать и не использовать в Латвии то, что природа сама даёт? Первым шагом станет мониторинг рыбных ресурсов и очистка притока в Гауи, чтобы восстановить естественные места лососёвого нереста и создать условия, подходящие для того, чтобы рыба здесь могла жить. Лосося как такового очень мало. Мы хотим достичь того, чтобы здесь был, как его называют в народе, янов лосось. Это рыба, которая идёт рано весной. И хочется, чтобы лососёвые не только на нерест сюда шли, а чтобы эта рыба здесь жила, и люди могли её ловить. Средства для осуществления своих планов общество развития Гауи планирует привлекать из европейских фондов. «Одак радости Бетховена» — тема конкурса музыкальных клипов «Европа в гармонии», который был организован Европейским социальным комитетом. Одно из условий — клип должен быть снят не профессиональными операторами и режиссёрами, а самими музыкантами. Всего на конкурс подано 40 клипов из 28 стран. Свою версию «Одак радости» представили и школьники из Даугавпилса. Причём они единственные участники от Латвии. Поп, электронная музыка, классика и даже рэп по условиям конкурса «Одак радости Бетховена» может быть исполнено в любом музыкальном стиле. Школьники из Даугавпилского русского лицея решили пойти своим путём. Мы пошли от противного и соединили эти все три стиля. И у нас получилось так, что поп, джаз и классика. Мы работали над нашим клипом три месяца, два месяца снимали, месяц монтировали. И сейчас вы можете видеть наш почти полный состав. Это наш школьный ансамбль 3D-RM. Как рассказали ребята, вместе они поют уже 11 лет, с первого класса. Кроме того, за плечами уже была победа на конкурсе «Эропа Спэдос». Поддержать музыкантов и проголосовать за них можно на домашней странице конкурса. Система голосования не очень простая. Необходимо ввести свои личные данные и свой имейл, а также перейти по нескольким ссылкам. Еще один маленький бонус заключается в том, что организаторы конкурса предоставляют возможность выиграть путевку голосующим людям, выиграть путевку в Рим. То есть это не сильная мотивация, но хоть какая-то есть. Ну и для того, чтобы найти наше видео, потому что ссылка очень длинная на голосование, просто нужно зайти в YouTube и написать слово «гейное ратио», что в переводе с латинского переводится как «поколение». Но нельзя голосовать с одного имейла несколько раз. Это может стать причиной дисквалификации команды. Результаты интернет-голосования будут известны уже совсем скоро, 22 марта. Из 40 участников в финал попадут только 10. Если ребятам удастся пройти дальше, то их работу уже будет оценивать профессиональное жюри. Победители ждут денежные призы.